Здравствуйте, дорогие друзья! Библия учит нас, что семейное поклонение должно составлять важную часть жизни верующего человека. Об этом говорится и в Ветхом, и в Новом Завете. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, в 6 главе 6-7 стихи сказано «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Данный текст Священного Писания учит нас, что недостаточно просто иметь закон Божий или Слово Божье, Библию в своем доме, недостаточно довольствоваться тем, что просто вот есть у нас информация о Слове Божьем, но нужно обязательно учить Слову Божьему наших детей. «Внушай эти слова детям твоим», — говорит здесь Моисей. Во многих других местах Священного Писания говорится о том же самом. Первый Псалом говорит, что человек, который идет праведным путем, человек, которого знает Господь и благословляет, ибо знает Господь путь праведника, это человек, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Соответственно, предполагается, что если у этого человека есть семья, то разве он не захочет вместе со своей семьей пребывать в законе Господа и размышлять о законе Господа день и ночь, точно так же, как было сказано во Второзаконии, «внушай их детям твоим и говори об этих словах Божьих постоянно, идя дорогу и ложась и вставая», и так далее. В Псалме 150 мы призываемся прославлять Господа, и здесь сказано «все дышащее дохвалит Господа». Если все дышащее призывается хвалить Бога, то, конечно же, мы должны учить и наших детей, как хвалить Бога, а как мы можем это сделать, только преподавая им Священное Писание. В книге притчей Соломоновых постоянно, снова и снова, идет обращение к детям. Первая глава, восьмой стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Вторая глава, первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои, и сохранишь при себе заповеди мои». Третья глава, первый стих. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое». И так далее, там подобное. В книге притчей очень много об этом говорится. Вся книга притчей – это фактически наставление детей в Слове Божьем и в принципах мудрой, богоугодной жизни. Итак, Ветхий Завет очень много говорит о необходимости наставлять детей в Слове Божьем. Там даже содержится такой принцип. «Наставь юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». То есть, Господу угодно, чтобы мы наставляли молодых людей, юношей, девушек в начале их пути. А начало пути, когда это детство, когда человек уже сформировался к 16 годам, уже немножечко поздно начинать такое наставление. Начало пути – это как раз, когда он учится говорить, слушать, понимать, размышлять. Тогда-то он больше всего впитывает какие-то принципы истины, верования. И вот здесь, вот это наиболее формативный период жизни, здесь мы можем лучше всего передать Слово Бога и истину о Нем нашим детям. То же самое говорит и Новый Завет. В Новом Завете говорится, например, послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним». Воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господним. Это Божье повеление. Итак, мы видим, что и Ветхий, и Новый Завет очень-очень много, во многих книгах говорят о том, как важно семейное поклонение, как важно учить наших детей Слову Божьему с детства, как важно передавать истину о Боге всем членам семьи. Когда муж, например, учит жену, в случае, если муж не верующий, жена верующая, может быть, жена может научить мужа, передавая ему Слово Божье. Но проблема у многих людей возникает в том, как это реализовать на практике. Многие христиане соглашаются с тем, что это важный библейский принцип. Многие чувствуют неудовлетворенность от того, что они недостаточно уделяют время, внимание назиданию своей семьи в Слове Божьем. Но многие не понимают, как это делать. И вот мне хотелось бы сейчас поделиться с вами несколькими советами о том, как проводить семейное поклонение. Во-первых, самый первый вопрос, с которого мы должны начать, это когда нужно проводить семейное поклонение? Когда нужно проводить семейное поклонение? Кому-то это может показаться излишним вопросом. Казалось бы, какая разница? Можно утром, можно вечером, можно днем. На этот счет нет никакого закона. Но у очень многих людей на практике все упирается именно в вопрос «когда». Потому что они не находят достаточно времени. И они говорят, ой, мы собираемся вечером дома, каждый приходит в свое время, кто-то ужинает сам, потом ужинают другие, потом у кого-то работа, у кого-то домашние задания. И так мы и не успеваем собраться, и у нас не получается семейного поклонения. Поэтому вопрос «когда» становится очень и очень актуальным. Так вот, ответ на этот вопрос очень простой. Когда? В общем-то, в любое время суток. Но важно, чтобы это время вы зафиксировали в своем расписании. Обязательно включите семейное поклонение в свое расписание. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, вы будете терпеть здесь неудачу. Как это работает? Очень многие люди пытаются откладывать семейное поклонение на самый последний момент дня. И вот они уже, дойдя до конца дня, обнаруживают, что дети слишком устали, что они уже плаксивые, и они говорят «ну ладно, сегодня отменим». Или они обнаруживают, что они забыли что-то сделать по дому. «Ах, а мне нужно еще на завтра суп приготовить», говорит жена. «Ну ладно, сегодня отменим». Или муж вспоминает «ой, я по работе еще что-то не доделал, ну ладно, сегодня отменим». И когда несколько раз это отменяется, неделя проходит, вторая неделя, на третью неделю им уже стыдно возвращаться к этому вопросу. И так семейное поклонение исчезает из жизни христианской семьи. Чтобы этого не произошло, обязательно включите семейное поклонение в свое расписание, как это должно выглядеть. Например, в нашей семье мы, когда дети были еще маленькими, мы ориентировались на девять часов вечера обычно. Для нас девять часов вечера – это время семейного поклонения в нашей семье. Сейчас они подросли, и мы немножечко сдвинули это на попозже, но все равно это часть нашего расписания. Так вот, когда подходит девять часов вечера, то мы все откладываем наши дела. Дети откладывают свои школьные занятия, я откладываю свою работу, то жена откладывает свои домашние дела. Мы все откладываем свои дела, и мы собираемся вместе в одной комнате. Мы проводим семейное поклонение, и потом возвращаемся к своим делам и доделываем то, что мы не успели. И вот таким образом мы можем реально, и это не так уж трудно, поверьте, мы можем реально сохранять семейное поклонение буквально каждый день нашей жизни, практически без пропусков. Ну и если пропуски случаются, то это действительно в силу форс-мажорных обстоятельств, а не в силу нашей, простите, безалаберности. Итак, включите семейное поклонение обязательно, как часть вашего расписания. И в зависимости от того, как строится жизнь вашей семьи, в какой-то семье это может быть утреннее время, может быть дети учатся во вторую смену, может быть родители имеют свободный график, сами себе организовывают работу, то вполне вы можете утром после завтрака со своей семьей выделить время для семейного поклонения, и потом все разойдутся и будут заниматься своими делами. У кого-то это будет вечернее время, но только, еще раз повторю, не откладывайте это, не оставляйте это на последнее дело дня. Обязательно включите это в какое-то время, когда вы отложите все свои дела, проведете семейное поклонение, а потом пойдете доделывать все, что не успели. Итак, когда? По расписанию. Второй вопрос, наверное, возникает. Кто должен это делать? В идеале, в идеале, с точки зрения Священного Писания, ответственность возложена на мужчин. Как и во всем, Бог наделяет лидерской функцией именно мужчину. В церкви должны быть руководители мужчины. Бог на мужчин возложил такую функцию. Точно так же и в семье. Глава семьи – это муж. На него возложена ответственность в организации семейного поклонения. Мы с вами прочитали. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господним. То есть, это в первую очередь задача отца. И в идеале так и должно происходить. То есть, в принципе, верующий муж должен взять на себя ответственность и инициативу в организации духовной жизни своей семьи. Но, как вы понимаете, не всегда бывает идеальная ситуация. В некоторых случаях бывает, что муж, хотя и верующий, но настолько духовно слабый, что не получается у него брать инициативу. Он просто упорно это не делает. Он упорно игнорирует свои обязательства, данные ему Богом. И вот он не делает этого и не делает. Он иногда говорит, что он не против этого. Я встречался со многими такими случаями, когда муж говорит верующий, ну да, я не против, давайте попробуем сделать. Но на практике, когда дело доходит до дела, как говорится, да, он ничего не делает. Простите мне за повторение. Что тогда нужно делать? Тогда, конечно же, по старшинству, следующий по рангу, да, тогда верующая жена, мать должна организовывать семейное поклонение. Вы скажете, ну не будет ли это узурпацией власти мужа? Здесь работает принцип такой, что лучше делать что-то, чем ничего. Лучше пусть жена возьмет на себя тогда организационную функцию, она будет звать всех и собирать на это семейное поклонение, чем если это вообще не будет происходить. Поверьте, лучше, что Слово Божье будет читаться женой, чем если Слово Божье не будет читаться вообще. Мы знаем из Деяния апостолов, что однажды Прискилла, будучи женщиной, наставила Аполлоса. Любопытно, что на этот момент обращают внимание даже отцы церкви. Например, Иоанн Златоуст говорит, что жена наставила Аполлоса. То есть в некоторых случаях это не идеальный случай, но в некоторых случаях это допустимо и это правильно. В тех случаях, когда муж отказывается упорно и упрямо выполнять эти обязанности, не берет на себя этой функции. Ну а в некоторых семьях, наконец, мы можем сказать, что в некоторых семьях муж и вовсе не верующий. Что тогда делать? Неужели тогда семью оставлять без семейного поклонения? Нет. Опять же тогда верующая жена должна взять на себя вот эту вот заботу, заботясь о духовном наставлении своих детей. Ведь она же хочет, чтобы ее дети с детства слышали о Господе и познавали истину о нем. Итак, кто в идеале муж? Менее идеальный вариант – жена. И самый, наверное, слабый вариант, но все-таки возможный – это когда кто-то из детей берет на себя эту функцию. Ну, например, старший ребенок в семье, который уже достаточно взрослый. И если его родители, например, неверующие, он может взять на себя функцию, допустим, даже своих братьев и сестер, младших, наставлять в Слове Божьем. И даже своих родителей призывать читать Слово Божье. Так было, признаюсь, в моей семье. В моей семье я уверовал первым из моего ближайшего окружения. Я стал первым верующим. Мои родители были неверующие, бабушка была неверующей. Но когда я обратился к Господу в 14 лет, я начал звать маму и бабушку на чтение Библии. И таким образом выступил инициатором. Это продолжалось какое-то время. Потом они отказались, но потом они уверовали. Потом они пришли к Господу. Так что даже ребенок может, в принципе, взять на себя такую функцию, а почему бы и нет. Ну и, наконец, наверное, бабушки-дедушки могут в этом тоже участвовать. Итак, разобрались, когда, кто. Следующий момент, как. Здесь нет, опять же, жесткого какого-то закона, но можно предложить несколько элементов такого семейного поклонения, чтобы оно было действительно полезным и насыщенным. Ну, начать можно, например, с пения. Потому что пение духовных гимнов помогает нам настроиться на слушание Слова Божьего, на общение с Господом. Оно приводит, как бы, наши мысли и чувства в гармонию. Поэтому во все времена пение сопровождало чтение Писания, поклонение Богу и в ветхозаветном храме, и в синагоге, и в новозаветной церкви. Итак, это неплохо начать семейное поклонение с пения. Вы скажете, но я не умею петь, или я не умею играть на музыкальных инструментах. Что мне делать? В настоящее время есть прекрасные ресурсы для этого. Как мы обычно делаем. Мы обычно идем на телеграм-канал музыкального служения нашей церкви. Это телеграм-канал называется «Любовь Христа Мьюзик». Кажется так. Мы ссылку дадим в описании к этому видео. Так вот, на этом канале выкладывается запись песен, которые мы пели на прошлом воскресном служении. Также там иногда люди, ведущие этот канал, наши музыкальные служители, выкладывают иногда песни из других церквей. И выкладывают там же не только песню, прям хорошего качества запись, которую не стыдно включить и послушать. И там же они выкладывают и фотографии со словами. То есть вы можете прямо включить песню и открыть слова прямо в одном месте на этом телеграм-канале. Мы так частенько делаем. На домашней группе даже этим пользуемся. Поскольку у нас нет, или когда у нас нет с собой рядом музыкантов, то мы просто идем на этот телеграм-канал, выбираем песню, открываем слова, и мы все поем, подпевая, как будто бы в церкви. Это очень удобный ресурс. Так что вы вполне можете воспользоваться чем-то подобным. Хотите, подписывайтесь на наш канал. Хотите, у многих других церквей тоже есть подобные музыкальные каналы. В конце концов, можно найти запись какого-то служения в Ютубе какой-нибудь хорошей, известной вам церкви, и вместе с ними поставить ее и попеть какие-то песни, присоединяясь к ним. Итак, начать можно с пения, потом можно помолиться. Мы обычно перед чтением Писания молимся, потому что это мучает нас Священное Писание. В Псалме 118 сказано, «Открой глаза мои, и я увижу чудеса закона твоего». Когда Господь откроет наши глаза, тогда мы будем лучше понимать, и слово его станет более актуальным и будет касаться наших сердец. Поэтому мы молимся перед чтением Писания. Затем мы, собственно, читаем библейский текст. Потом мы разбираем этот библейский текст. Как это делать, я сейчас тоже скажу несколько слов. И завершаем молитвой. Иногда молится один человек, но чаще мы стараемся привлечь к молитве всех присутствующих, и наши дети молились даже с тех времен, когда они были совсем маленькими. То есть буквально даже если одним предложением ребенок помолился, мы им научили его этому. А потом, по мере того, как они растут, их молитвы становятся более взрослыми, уже более осмысленными. Мы учим их, чтобы они молились по смыслу библейского текста, то есть на тему того, что мы читали. Таким образом ребенок учится и молиться, и читать Библию. Итак, как мы увидели несколько составляющих. Дальше, как разбирать, собственно, библейский текст. Это зависит от степени вашей подготовленности, от того, насколько вы хорошо сами уже знаете Священное Писание. В самом простом варианте это может выглядеть следующим образом. Как мы обычно делаем? Мы читаем Писание подряд, то есть мы не берем стих отсюда, стих оттуда, или сегодня прочитаем эту главу, а завтра там из совсем другого текста. Нет, мы не пользуемся ни библейскими шкатулочками, ни золотыми стихами, это все несерьезно. Не только несерьезно, это запутывает, да, потому что у людей тогда Библия начинает восприниматься фрагментарно, они не понимают смысла, не понимают контекста, а берут какие-то отдельные слова, которые они зачастую даже неправильно совершенно понимают, потому что контекста не представляют, да. Мы читаем Библию подряд, то есть мы взяли, например, Евангелие от Анна, и мы читаем подряд Евангелие от Анна. Может быть, главу мы прочитаем, может быть, иногда мы на более коротких отрывках остановимся, там, где завершился какой-то смысловой отрывок. Прочитав одну книгу Библии, мы переходим к другой. Чаще всего мы можем читать либо вообще подряд все книги Библии, либо, может быть, выборочно. Когда дети были маленькими, конечно же, мы более селективно подходили. Мы могли всю книгу Бытие, например, прочитать, где-то пропуская какие-то моменты, которые детям совсем в маленьком возрасте не подходят. Затем мы могли прочитать всю книгу Исход, но когда доходит до заповедей, допустим, мы 10 заповедей прочитали, а потом дальше просто обобщили и двинулись дальше, и, может быть, даже пропуская какие-то большие блоки, там, где детям не под силу, например, долго перечисление какое-то читать и понимать и так далее. Когда дети были совсем маленькими, мы пользовались детскими Библиями, но мы очень быстро постарались перейти уже к взрослой Библии с полноценным библейским текстом, наверное, начиная лет с пяти. Мы уже начали потихонечку читать отрывки из взрослой Библии. Ну и чем старше становились дети, тем более мы расширяли то, что мы читаем из Библии, вплоть до того, что мы читаем уже все подряд, ну, может быть, пропуская какие-то родословные, только с длинным перечислением имен и так далее. Итак, мы читаем Библию подряд. Как мы ее разбираем? Мы прочитываем текст сначала, потом обычно мы возвращаемся к самому началу и снова прочитываем этот же самый текст, делая очень короткие пояснения. Ну, например, можно вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы вчера читали предыдущий отрывок, о чем там говорилось. И теперь о чем говорится здесь. Если вы можете увидеть взаимосвязь, объясните эту взаимосвязь, укажите эту взаимосвязь. Даже если вы не очень это видите, да, ну ничего страшного, просто старайтесь пояснять то, что вы понимаете сами. Задавайтесь вопросом, а почему это так сказано? А почему вот, допустим, этот человек сказал вот эти слова? Почему он сделал то или другое? Или почему Бог дает такую заповедь? А как мы должны выполнять это? То есть немножечко поговорите о том, что это означает и как это должно выглядеть в нашей жизни. То есть чтобы семья училась не только читать Писание формально, но и прилагать его к себе и размышлять над ним. Ну и, наконец, если вам совсем трудно, и, допустим, вы дошли до какого-то библейского текста, который вы совсем не понимаете, запаситесь библейским комментарием. И тогда ваше семейное чтение Библии может выглядеть очень просто. Вы прочитали библейский текст, открыли комментарий и прочитали этот комментарий. Здесь нужно правильно подобрать комментарий. Комментарий должен быть, во-первых, консервативным, то есть он должен быть написан с позиции того, что Библия — это слово Божье, а не с позиции критики Священного Писания. Это само собой разумеется, да? То есть комментарий должен быть консервативным. Комментарий должен быть достаточно сжатым, коротким. Если вы возьмете слишком длинный, да, то вы устанете читать на короткий текст очень большое объяснение. Скорее всего, это нужно остановиться на каком-то более сжатом комментарии. И он должен быть достаточно понятным, то есть не слишком техничным, не слишком техническим, не экзогетический комментарий, где там будут разбираться слова оригинала. Вот такие комментарии — это для проповедников, да, или для какого-то углубленного изучения. А для семейного поклонения — какой-то более простой, где уже дается простым языком, так сказать, человеческим языком объяснение. Ну, например, я думаю, что здесь хорошо подошли бы такие комментарии, как комментарии Уирсби очень неплохие, где прям поясняется значение библейского текста и очень часто дается и применение. Может быть, комментарии Мэтью Генри тоже, в принципе, они акцент делают на применение, и там можно найти немало хороших мыслей. Может быть, комментарии Даллской богословской семинарии. Это в английском оригинале — это Валвард и Зук. Русский перевод под редакцией Харчла. Их у нас большинство знают как комментарии Харчла, хотя он лишь редактор перевода, да, он не автор комментариев. Но это тоже достаточно сжатый, достаточно короткий комментарий и в то же самое время достаточно подробный, чтобы прокомментировать буквально каждый стих и каждое выражение. Вот, можете воспользоваться комментариями. Ну и, наконец, еще один вопрос. Что еще можно сделать для того, чтобы разнообразить и обогатить вот это время семейного поклонения? Ну, наверное, иногда можно на своем семейном вот этом вот вечере поклонения Богу можно слушать проповеди. И, может быть, не обязательно вы прослушаете всю там часовую или 45-минутную проповедь каждый вечер, да, может быть, вы можете слушать проповеди отрывочками, опять же. Первый пункт послушали минут 15, дальше поговорили, помолились и так далее. Вот, и так, иногда можно слушать проповеди. Иногда, может быть, можно разнообразить это время семейного поклонения чтением христианской литературы. Ну, например, очень хорошо читать вместе с детьми биографии христианских служителей, особенно если они написаны интересным языком, содержат множество историй, как это обычно и бывает, да, то такие биографии будут очень полезны для детей. Или читать какие-то другие книги, которые содержат наставления, особенно наставления для детей, наставления для юношей. Ну, например, у Райла, Джона Чарльза Райла, это англиканский епископ 19 века, но на русском языке сейчас в последнее время вышло несколько его книг, в том числе книги прямо с проповедями для молодежи или с проповедями и наставлениями для подрастающего поколения. Очень практичные, очень полезные. У меня вот недавно сын 13-летний прочитал небольшую вот эту вот книгу Райла с наставлением для юноши и потом подошел ко мне и поблагодарил меня, я сказал, спасибо, папа, что ты дал мне эту книгу, она очень полезная. Вот такие вот книги вы тоже можете читать совместно. Но я думаю, что основу или костяк семейного поклонения должно составлять все-таки пребывание в Слове Божьем. Мы учим не просто пользоваться готовой информацией, но мы учим нашу семью, наших детей в том числе, мы учим самим добывать духовную пищу из Слова Божьего, потому что Слово Божье это и есть божественное молоко для нашей души, от которого мы возрастаем во спасение во всех практических аспектах этого Слова. Да благословит вас Господь, я надеюсь, что это поможет вам вернуться, может быть, кому-то к дисциплинированному семейному, ежедневному семейному поклонению и сделать его полезным для вашей семьи. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Спасибо.